Детские книги, научная популярная литература, детективы. Общественники собрали именно такой набор, который просили библиотекари. Эти коробки отправились в Акшинскую библиотеку, а оттуда распределяются филиалы в населенных пунктах района. Такое обновление фондов – событие для библиотек нечастое. В районе появилась проблема с книгами, то есть с библиотечным фондом. Книги пополняются очень редко, допустим, в год примерно на 10-15 тысяч, это я так беру уже максимум. А здесь такой большой проект, что книги на такую сумму, на 100 тысяч. Благодаря проекту «За Байкалье – наш дом» мы сегодня получаем эту литературу. Литература предназначена и для маленьких читателей, и для взрослых, и для подростков и молодежи. Большое спасибо, наши читатели, конечно же, будут очень благодарны. С покупкой книг помогли спонсоры, которые хотят развивать край. Суть движения «За Байкалье – наш дом» именно в том, что оно объединяет усилия общественников, властей и бизнеса. В связи с тем, что интернет в Забайкальский край поступает очень мало, поэтому книги, которые будут поступать в библиотеку, очень необходимы нашим детям. Мы знаем, что все начинается с детства. И как мы приучим детей читать книги, так и край наш будет читающий, грамотный. Кроме того, для развития чтения общественники начали установку книжных шкафов. Каждый желающий может взять здесь книгу и оставить свою. Первый такой шкаф появился в Чите в парке культуры и отдыха Дома офицеров. В эту субботу пройдет установка второго книжного шкафа в шахматном парке. Третий шкаф поставят на площади Ленина в первой половине августа. Планируется установка таких шкафов и в районах края.